Уважаемые зрители и подписчики канала «По цветок», с вами Алексей Борисов. Кстати говоря, те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. На этом канале очень много интересного. Сегодня я хочу поговорить про отдельный класс гормонов, который называется гетероуксины. Основным гетероуксином является, опять же, это индолилуксусная кислота, самым распространённым, который вырабатывается в растении, который человек научился синтезировать сам. Также есть ещё индолилэтаноловая, индолилпропионовая и индолилмасляная кислота. Все они являются гетероуксинами и успешно синтезируются с человеком. Основное направление использования гетероуксинов – это укоренение непосредственно черенков. Потому что все гетероуксины, они вызывают рост калусной ткани, так называемый. Пример самой распространённой калусной ткани – это когда вы срежете суку дерева, и рана начинает закрываться. Вот это калусная ткань. То есть, эта ткань беспорядочна. Это просто клетки делятся и растут, как нарост, как опухоль. А непосредственно из неё уже можно формировать при помощи различных гормонов различные органы растения. Самым, я считаю, лучшим укоренителем является индолилмасляная кислота. Потому что она стимулирует рост калуса, именно из которого потом растут корни. Я её активно пользовался для укоренения черенков различных. Я им укоренял хвойные, то есть, туи, можжевельники, кипарисовики. У меня даже черенок кедра укоренился при помощи этой индолилмасляной кислоты. Но многие её ругают за то, что она не действует. Ей пытаются пользоваться, а она не действует. Я хочу сразу сказать две причины, почему она может не действовать. Первая причина – это то, что все гетероуксины, они гидрофобны. И они просто нерастворимы в воде. Они супергидрофобны. Их надо растворять в спиртовом растворе. Причём концентрация спирта должна быть не менее 70%. Я вот попробовал растворить его сначала в воде, таблетки, вот такого препарата. Green Belt – это индолил, это новая кислота. Он в воде, вот он у меня неделю стоял и не растворился. Это вот я его растворил в водке, в 40% растворе этилового спирта. И то он тоже очень плохо растворялся, потому что концентрация спирта для его растворения очень маленькая. Это первое. Второе, почему многие ошибочно считают, что он не действует. Гетероуксин, он действует при температурах, то есть должно быть тепло в комнате. Я когда занимался укоренением черенков, я это делал не здесь, я это делал в деревне. Я топил печку, лежанку, давал ей остыть, чтобы она была тёплая. Замачивал черенки в гетероуксин, составлял их в тазик, накрывал плёнкой и ставил на печку, чтобы было тепло. То есть, чтобы где-то температура для укоренения была в районе 25 градусов. Черенки укоренялись прекрасно. Я говорю, у меня укоренился даже черенок культурного кедра, плодоносящего. Ещё также хочу заметить, что многим продают эти вещества класса гетероуксинов для того, чтобы вы пересадили растение, и оно у вас пустило корни. Я хочу опять же сказать, гетероуксин, он оказывает положительное влияние, он стимулирует точки роста, точки роста стебля и точки роста корней. Поэтому, да, у вас, когда вы польёте гетероуксином, раствором, у вас корни будут расти хорошо. Но не только корни, но и побеги. Потому что гетероуксин, он не укореняет пересаженное растение, а он просто стимулирует его рост. Он стимулирует точки роста. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Гетероуксин – это не панацея. То есть, для того, когда вы пересадили растение, чтобы полить его именно ауксином, чтобы оно лучше укоренялось, должно быть достаточно питания, света. Иначе растение просто погибнет. Ещё хочу сказать, что про гетероуксины. Опять же, хочу сказать про концентрацию. То есть, концентрации все надо строго соблюдать. Иначе растение может погибнуть при избытке ауксина. Или затормозится его сильно рост. Вот. Ещё хочу сказать. То есть, в интернете есть рекомендации про то, что пробуждать семена клубни и луковицы гетероуксина. Насчёт семян – да. Особенно, если это семена злаковых. Вот. Он их хорошо пробуждает. Но для пробуждения семян лучше всего использовать именно гиберелин. Потому что... Тут заметить хочу про регуляцию различных процессов в организме. Если у животных существует нервная и гормональная регуляция, то у растений только гормональная. И у них на каждое, скажем так, изменение растения вырабатывается куча определённых гормонов. Об этом надо помнить для того, чтобы использовать именно эти гормоны роста по назначению. Опять же, очень не рекомендую обрабатывать гетероуксином клубни и луковицы. Так как гетероуксин, наоборот, может тормозить их рост, а не ускорять. Для пробуждения, опять же, луковиц и клубни лучше использовать гиберелин. Об этом уже было записано видео. В растении приток различных гормонов роста, в том числе и ауксинов, происходит в месте ранения растения. То есть, когда вы срезаете черенок, вы, получается, его раните. И при этом, когда ещё замачиваете в гетероуксине, то есть, там ударная доза просто для того, чтобы он лучше укоренился. Опять же, когда вы занимаетесь, кто занимается прививкой. То есть, когда вы присаживаете привой к подвою, то растение тоже туда даёт приток гетероуксинов. И за счёт этого стимулируется рост калусной ткани, за счёт которой состоится привой и подвой. Вот. Опять же, хочу заострить внимание на том, что поливать растения раствором индолилуксусной кислоты можно. И я не скажу, что это вредно, это полезно. Но, опять же, должно быть достаточное количество света, тепла и питания. Вот. И, опять же, гетероуксин, он оказывает не стимуляцию роста именно корней. Он оказывает стимуляцию роста корней, скажем так, в том числе. А также стимуляцию роста побегов, листьев и всего растения. Поэтому я рекомендую использовать ауксины именно для укоренения. Вот. Потом же рекомендую ауксины растворять именно в спирту, а не в воде, потому что в воде они нерастворимы. И соблюдать условия, то есть режим температуры и температуры, питания, влажности и всего прочего при их использовании. С вами был Алексей Борисов, канал Про Цветок. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok